МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Верняка за последние 17 лет река, протекающая через всю Донскую столицу, стала одной из самых грязных в области. И терпеть этого больше нельзя. В основном это мусор, брошенный людьми во время каких-то посиделок. То есть бутылки, причем разбитые, я так понимаю, они веселились таким образом. Бычки, семечки, в речке вообще там полно всяких покрышек, дверей, фанеры. То, что здесь рядом складировали, уходили дальше, там дальше складировали, но мы углублялись, наверное, до 60 метров. Это 100%, чуть ли на каждом квадратнометре мусор лежит. Реабилитация Темирника идет по поручению губернатора с 2015 года. Это уникальная программа. По всей стране реализуется всего 11 таких проектов. Русло чистят с помощью земснаряда, который углубляет дно от истока низового водохранилища до железнодорожных мостов. Уже расчищено 4 километра реки. В этом году приведут в порядок почти столько же. По нашим оценкам, нам предстоит проводить здесь работу примерно, если вот ритмично работать, то это примерно 5 лет. Мы за это беремся, мы за это взялись. И на 5 лет будет дорожная карта, как сегодня говорят, которая будет пошагово определять действия муниципалитета, действия Министерства природных ресурсов регионального и правительства. Следующий этап – определить все несанкционированные сбросы в Темирник. Минприроды должно это сделать до конца года. Анна Туполева, Екатерина Лободина, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Крупную свалку на Братской улице Волгодонска убрали в день охраны окружающей среды. На двух гектарах рядом с жилыми домами валялись бетонные плиты, арматура, куча земли, остатки старого бетона, в общем, строительный мусор. Здесь было несколько несанкционированных свалок, и проезд вообще по улице Братская был невозможен. Плюс трава, выросшая, которая здесь, клещи, змеи. Вот сейчас убирают, когда змеи сыпятся оттуда, крысы валятся и так далее. Дети играли вот на этих вот свалках, которые были. Убирать свалку приехали семь самосвалов, два погрузчика и эскалатор. К субботнику привлекли некоторые городские предприятия. Это только начало, ведь городоначальник Волгодонска объявил о начале борьбы со стихийными свалками. Жильцы давно ждут расселения, но их жилье аварийным все не признают. Рейд по таким домам в центре Ростова провели активисты Общероссийского народного фронта, представители департамента ЖКХ и областного правительства. Вырвало окно у нас на кухне, что следом вода моментально начала стремиться во все комнаты. Вот высота воды, которая была у нас. Владелец этих квадратных метров Любовь Тырникова как будто описывает эпизод фильма «Титаник», только вот тонул не трансатлантический пароход, а квартира на первом этаже по улице Баумана после сильного дождя. У семьи даже разработан план эвакуации в случае осадков, взять документы и быстро покинуть помещение. Наши жалобы, они присылают отписки. Конкретно никаких разъяснений, ничего они не дают. Мы вот целый год, получается, стучались, обилися. В результате полгода мы ждали, чтобы попасть к мэру города. Мы к нему попали. И он пообещал в течение двух недель до 14 июня выпустить постановление. До этого мы ходили и писали, нас никто не слышал. Жильцов не переселяют, потому что по документам их жилье не считается аварийным. Пришлось обращаться в межведомственную комиссию. Сейчас мы надеемся на то, что вот именно эти адреса, которые к нам обращались, у которых есть все документы на руках, которые делают экспертизу за свой счет. Мы надеемся, что эти дома будут расселены в первую очередь. И администрация области и города обратит на это особое внимание. И люди смогут получить новое жилье взамен аварийного. Сейчас мы занимаемся тем, что расселяем дома, грозящие обрушение. На эти цели у нас выделено 455 миллионов рублей. Соответственно, это 16,5 тысяч квадратных метров такого жилья. В августе 2016 утверждена региональная программа переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийным после 1 января 2012 года. На эти цели из областного бюджета выделено 7 миллиардов рублей. До 2030 года планируется переселить 8,5 тысяч человек. Анастасия Натальевич, Екатерина Лободина, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Там вот труба. Первая инклюзивная детская площадка открыта в Волгодонске. Теперь у детей с ограничениями здоровья появилась возможность играть вместе со всеми. Эта площадка в сквере Петра и Февронии – результат проекта «Мир без границ», стартовавшего в феврале по инициативе общественной организации «Семья Волгодонска». Здорово. И вообще я первый раз на такой площадке. Очень доволен. Хорошо. Спасибо тем, кто создал эту площадку. У площадки три блока. Но это только начало. Со временем установят новые инклюзивные элементы. Да и весь сквер будет развиваться. Здесь появятся зоны для разных видов отдыха и людей всех возрастов. Если уж сидеть летом за компьютером, то всего неделю усилено в новом проекте. Вместо летнего пионерского лагеря можно отправиться найти фабрику компьютерных гениев. Пилотный проект полезного отдыха стартовал в Ростовской области. Открыта первая смена. Яна Семенютина в свои 16 выбрала для себя совсем не женскую профессию. Полюбила информатику и потому сегодня здесь, на новой фабрике. Есть какие-то задатки, есть какие-то мысли о том, что дальше написать программу самой, быть успешным программистом. Пока еще об этом рано. Я заканчиваю курсы. Вот сейчас тут пройду, учусь я в колледже связи информатики. Мне это все очень интересно и я стараюсь больше развиваться в этом направлении. Полное погружение в мир программирования обещают организаторы IT-фабрики компьютерных гениев. Здесь молодые люди от 14 до 20 лет на летних каникулах смогут совместить активный отдых с развитием творческого потенциала. Развивать его можно по трем направлениям. Ява, веб и робототехника. Найти среди этих ребят единомышленников. Такую задачу ставят перед собой создатели фабрики и Мининформтехнологии. Те, которые будут помогать нам на ранних стадиях выявлять плохие нотки в интернет. Прежде всего, это тема противодействия суицидальной направленности в социальных сетях. Конечно же, мы надеемся, что ребята эти активные, они знают прекрасно, как управляется сеть, кто ей живет, кто как управляет процессами. На каждом из потоков, а всего их будет 12 по неделе, каждый участник выполнит маленький проект и получит сертификат. Кроме того, у ребят есть возможность представить свой проект на конкурс и получить награду. Елена Ребжанова, Руслан Хамчиев, ДОМ-24, Ростов-на-Дону. Полет на ядре, собери картошку, гигантская прыгалка, кольцеброс. Все это название конкурса финала областного конкурса «Папа-мама-я. Спортивная семья». Он собрал 35 самых физкультурных молодых семей. Возраст родителей не должен превышать 30 лет, а детей 8. Десять этапов нужно было пройти участникам. Семья Долбиных из Зверева начала с кольцеброса. За три минуты нужно набросить на палочки как можно больше колец. Платону с родителями удалось попасть 35 раз, благодаря хорошей физподготовке. Платон у нас увлекается боксом. Я тоже часто участвую в спортивных соревнованиях в городе. Ну и муж у нас тоже бывший боксер. Первое место по КТО. Голодая медаль. В конкурсе «Собери картошку» требуется один участник. Коробкин из Егорлыкской выбрали главу семьи. Ведь именно он всегда ходит в супермаркет за картошкой и с таким заданием точно справится. Хотя технология здесь не совсем супермаркетовская. С закрытыми глазами. Прямо. Прямо? Нет, подожди. Мы ездим на велосипедах в парк. Подтягиваемся, отжимаемся. Футбол играет, в гамболь. С полета на ядре начали гугловчане Даниловы. Их преимущество – мама учитель физкультуры. Зато Данилу всего 4 года. Он едва влезает на фитнес-мяч. По условиям конкурса мама может помочь, если ребенок не достает до пола. На выходных мы любим ходить. У нас рядом с домом находится стадион «Коммунальник». И мы играем постоянно. То в футбол, то в стритбол мы играем с ребенком. В общем, приобщаем его к спорту. В волейбол. Хотели отдать его на футбол, но у нас в городе для малышей нет группы. Поэтому мы занимаемся с ним сами. Чтобы попасть на областной конкурс, семьи прошли еще два этапа. Первый – такой же на уровне городов и районов. И второй – заочный. Участники присылали свои видеопрезентации или слайд-шоу на тему «Всей семьей к здоровью», рассказав о своих спортивных победах. А финал уже третий год подряд проводится в ростовском зоопарке. Конкурс достаточно такой интересный. Он у нас проводится уже более 10 лет и пользуется большим таким ажиотажем. Почему? Потому что молодые семьи, папа, мама, они готовятся. Ребенок готовится. Это объединяет молодые семьи. Это их делает еще крепче, интереснее. Походные палатки с кубками за первое, второе и третье место увезли семьи из Ремонтинского района Новошахтинска и Батайска. А остальные участники получили в утешение термосы, чтобы подкрепляться чаем во время тренировок. Евгения Слинкина, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Четыре футболиста Ростова в составе сборной России победили Венгрию. Товарищеский матч завершился разгромом 3-0. В основе вышли защитник Федор Кудряшов и нападающий Александр Бухаров, который хотя и не забил второй гол, но спровоцировал его. После углового не попал по мячу, но тот оказался в воротах от обманутого движения Бухарова соперника. Александр Ерохин появился на поле на 35-й минуте, а Дмитрий Полос заменил Бухарова за полчаса до конца матча. И на последние минуты забил свой первый гол за сборную. Теперь команда России сыграет в пятницу еще один товарищеский матч с командой посерьезнее – сборной Чили. А уже 17 июня стартует в Кубке Конфедерации игрой с Новой Зеландией. Второй футболист Ростова ушел в «Зенит». Вслед за крестьяном на Боа питерский клуб усилит защитник Денис Терентьев. Воспитанник Академии «Зенита» вернулся на родину, о чем всегда мечтал. Но и двухгодичное пребывание в Ростове потерянным временем не считает. Все-таки серебро чемпионата страны и успешная игра в Еврокубках дорогого стоит. Бронекатер и тральщик, геройски погибшие в Великую Отечественную, пришли в порт Азова. Снова в строй их поставила патриотическая акция по волнам памяти. Флотилия восстановленных военных кораблей движется из Тольятти в Керчь, на остановках давая себя рассмотреть всем желающим. Бронекатер БК-73 или речной танк образца 1938 года и катер-тральщик 1581 Туапсе – настоящие плавучие музеи. В экспозиции десятки находок, затонувших и героически погибших во время Великой Отечественной кораблей. Экипаж полностью вошел в роль моряков тех времен. Их одежда – точная копия обмундирования 1943 года. Вообще-то эти суда были гражданскими рыбацкими и в бой пошли по необходимости. Тральщик перевозил к местам сражений по 40 десантников, но только до августа 1942 года. Попали под обстрел танков, они выбросились на берег, сняли с него вооружение и в течение шести часов ввели оборону, и все там погибли. То есть, представляете, люди, которые рыбаки, гражданские, до последнего отбивались. А история бронекатера БК-73 закончилась в ноябре 1943 года в Керченском проливе. После подрыва на мине весь экипаж погиб. И только в 2000 году дайверы под руководством организатора этой экспедиции Александра Ёлкина обнаружили останки, которые потом были подняты и захоронены. А вооружение вещи перенесли на воссозданные суда. И теперь все это могут посмотреть и потрогать все, кому интересна история. Я очень удивилась, что эти корабли, кажется, были рыбацкие вообще. И так и назывались рыбаки. И они в дальнейшем уже переделывались. На них возили десантников до 40 человек. Как бы группа одна 20 человек, это уже становится тесно. А так 40 человек. И в дождь, и в качку, но все эти корабли выдержали и дожили до наших времен. Пулемет Дегтярева. Пулемет вот этот понравится. А вот вырастешь будете, срок будете ощущать? Точно. Азов стал последней остановкой перед местом назначения экспедиции. Затем плавучий музей некоторое время пробудет в Керчи и отправится в Ялту, где будет катать отдыхающих и участвовать в военно-морских патриотических акциях. Галина Горлова, Фатима Зурабова, Юрий Санкин, Дон-24, Азов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова